День Города 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 чем для этого здания детского сада. Теперь же местные жители получили возможность лечиться по всем современным стандартам. Процедурные, прививочные и акушерские кабинеты оснащены необходимыми приборами. Фельдшеры здесь смогут оказывать доврачебную помощь более чем 2000 местных жителей. Я работаю с 1984 года. Всегда работали в приспособленных зданиях. Это квартиры, которые нам выделял совхоз Заборевский. Последние 20 лет работали в здании детского сада, приспособленные здания. Ну а это, конечно, уже настоящее медицинское учреждение. Построили ФАП в рекордные сроки. Меньше чем за два месяца. В здании четыре кабинета. Есть электрокардиограф. В старом медпункте его не было. Есть пульсометр. Сегодня новый Заборевский ФАП полностью автономный. Я бы твердую пятерку поставил. Во-первых, это было построено за очень короткое время. Меньше трех месяцев на это ушло. И использованы были новые материалы. Современные материалы. Металлоконструкции, легкие утепляющие панели. Внутренняя отделка очень хорошая. Очень аккуратненько все. Достаточно вместительное и в то же время компактное, емко. Я думаю, что с такими технологиями для подобных сооружений как раз и будущее. И мы собираемся этим воспользоваться для того, чтобы действительно удвоить количество планируемых строительства в этом году ФАПов прежде всего. Планировалось, что до конца года в регионе появится еще пять амбулаторий. Но благодаря новым технологиям их количество увеличится вдвое. В этом году по области планируется открытие десяти ФАПов. Два в Рыбновском и Рязанском районах уже начали принимать пациентов. Уже на этой неделе фельдшерско-акушерский пункт заработает в Сараевском районе. В Рязанских интернатах запустили проект «Подари знания». Такое название не случайно. Идея принадлежит Центру развития молодежи и детей «Пламенный» и заключается в старте работы в детских домах секции по современным развивающим предметам. Для детей проводятся занятия по робототехнике, танцам, лучному бою, английскому языку и инженерному программированию. Для реализации проекта выбрали пять коррекционных учреждений, отдаленных от города. Как отмечают организаторы, проект «Подари знания» поможет детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, стать востребованными и найти себе применение в жизни. И на этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.tv. Мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего завершения дня. Субтитры создавал DimaTorzok Шум! Шум! Плотный трафик, строительная техника, высоковольтные линии. Жить в городе? Зачем? Зачем жить в Муравейнике, если в десяти минутах от города расположился жилой комплекс «Полянка»? Жилой комплекс «Полянка» ближе к природе, вдали от суеты. Субтитры создавал DimaTorzok